рассмотрим какие настройки безопасности учетной записи есть у каждого пользователя для этого например в почте нажимаем на значок своего аккаунта переходим в управление аккаунтом google и в раздел данная и как конфиденциальность здесь мы видим рекомендуемые настройки защиты конфиденциальности от google далее мы можем настроить историю приложений и в поиска если мы переходим в этот раздел то мы можем либо включить либо отключить сохранение истории в поиска в приложениях google если мы включаем то мы также можем еще настроить автоматическое удаление в течение какого-то времени допустим если мы хотим чтобы удалялась история через три месяца задаем этот параметр и сохраняем если мы не хотим отслеживания действия то проверяем что это отключено если включено отключаем а далее у нас есть настройка сохранение истории местоположений если мы зашли с нашего мобильного телефона в учетную запись google и включили геолокацию то мы сможем и включена включено отслеживание действий а то мы сможем прийти в управление истории и задать какую-то дату указать год месяц день и мы увидим наше перемещение которое зафиксировала гугл как перемещался наш телефон далее у нас есть управление истории youtube тоже можем либо включить либо отключить идет персонализированная реклама здесь мы можем настроить какие-то данные о себе возраст язык и так далее тогда реклама от google будет более четко и точно соответствовать нам может даже будет какой-то полезной далее если мы используем google fit то можем также настроить конфиденциальность профиль можем задать то что будет отображаться и указать кому это будет доступно переходим в раздел профиля здесь мы указываем имя фото пол дата рождения и здесь мы видим что также мы можем указать для кого это будет отображаться либо только мы это будем видеть либо также пользователи организации если это google workspace либо доступно всем переходим например в дату рождения указываем дату рождения и здесь мы можем выбрать все для кого эти данные для кого эти данные будут доступны и также например для даты рождения можно указать будет ли отображаться только день и месяц либо также еще и год сохраняем и проверяем то есть вот для организации мы доступ открыли передача геоданных если в картах мы указали еще каких-то пользователей для которых будет доступна передача наших геоданных то здесь мы также их увидим и при необходимости сможем остановить передачу геоданных для этих пользователей далее мы можем увидеть какими сервисами мы пользовались и где сохраненные наши данные если сюда придем то есть вот мы видим чем пользовались в этой учетной записи где сохранены какие-то данные также если сторонним приложением был предоставлен доступ к аккаунту то мы увидим здесь этот список перейдем еще в раздел безопасность здесь опять же в начале мы увидим рекомендации от google по защите аккаунта в данном случае предлагается добавить телефон резервный адрес электронной почты но это тестовая учетная запись мне это не надо мы также можем увидеть все что связано с безопасностью этого аккаунта за последние 28 дней здесь будет отображаться перейдем в этот раздел вход из новых девайсов новых устройств в нашу учетную запись здесь будет отображаться дата время а также операционная система откуда был произведен вход и если мы видим что и знаем что точно не мы то следует усилить какие-то параметры связанные с безопасностью то есть бросить пароль выйти из всех девайсов наши как которые подключены к нашей учетной записи далее мы можем увидеть когда последний раз мы меняли пароль двухэтапная аутентификация очень важная вещь советую всем ее настроить опишут расскажу что это такое когда мы входим в нашу учетную запись google то у нас запрашивается логин и пароль ну то есть адрес электронной почты и пароль но если эти данные узнает кто-то еще то он в принципе тоже может зайти в нашу учетную запись как этого избежать компания google предлагает проходить дополнительный этап проверки то есть мы вводим логин пароль и также у нас будет запрашиваться в зависимости от того какой способ мы выбрали либо какой-то код который приходит нам в виде смски либо это будет проверка по токену безопасности то есть мы подключаем к нашему компьютеру устройство в виде флешки она считывается если она совпадает то система google нас пускает давайте посмотрим как это настраивается переходим в двухэтапную аутентификацию читаем что это такое нажимаем начать вводим еще раз пароль ввели пароль и видим что у нас есть возможность получать код в виде смс подтверждение будет приходить в виде телефонного звонка и там допустим будем нажимать единичку подтверждать что это мы и нас будет пускать в нашу учетную запись есть еще другие варианты это электронный ключ некий токен в виде флешки который будет проверяться что подключен к нашему девайсу либо еще есть получать уведомления от google на телефон если мы зашли в наше мобильное устройство в нашу учетную запись google то когда мы пытаемся попасть в аккаунт google допустим с нового компьютера то нам на мобильное устройство будет приходить уведомление с запросом кто-то пытается зайти в вашу учетную запись подтвердить вход вы на телефоне нажимаете да это я и попадаете в вашу учетную запись это что касается двухэтапная аутентификация далее что тоже очень важно способы подтверждения личности резервный номер телефона и резервный адрес электронной почты также это то что обязательно должно быть указано на случай допустим если вы забываете пароль к своей учетной записи то компания google нужно каким-то образом проверить что это действительно владелец учетной записи и проверить это они могут только если вы укажете какие-то дополнительные способы связаться с вами то есть допустим если вы указали номер телефона то на телефон вам смог сможет пройти какой какая-то смс с кодом подтверждения вы введете этот код таким образом компания google увидит что да действительно вы забыли допустим свой пароль но так как вы телефон находится у вас вы можете подтвердить что это вы и доступ к учетной записи вы сможете восстановить и снова сюда попасть если это будет не заполнено то компании каким-то образом проверить вас будет невозможно и вы восстановить доступ не сможете также допустим даже если вы никогда не забываете свой пароль и уверена что с этим проблем не возникнет могут быть какие-то нюансы связаны допустим предоставили вы доступ по каким-то приложением сторонним которые либо неправильно функционируют либо вы их неправильно настроили либо они были взломаны и допустим с вашей учетной записи начал отправляться какой-то спам компания google заподозрила что вашу учетную запись взломал взломали и она хочет затребует подтвердить что вы это вы и не взломщик и опять же будут запрашиваться какие-то дополнительные данные в виде номера телефона электронная почта и если вы ничего не вводили то у вас могут возникнуть проблемы идем далее на ваше устройство здесь если вы придете в управление всеми устройствами вы сможете увидеть откуда произведен вход вашу учетную запись тут будет краткая информация о том что за операционная система когда был вход браузер и допустим сейчас отмечено что текущий сеанс вот в данного устройства если я какое-то вы не помните вы можете выйти с этого устройства и там по-новому нужно будет пройти аутентификацию ввести логин пароль подтверждение что вы в виде двухфакторной аутентификации если вы входили с мобильного устройства свою учетную запись и это устройство было утеряно то вы также можете здесь попытаться найти свое потерянное устройство увидеть если она включено есть сигнал в виде геолокации то вы сможете на карте увидеть мистер положения своего мобильного устройства ненадежное приложение у которых есть доступ к аккаунту что это такое компания google считает все свои сервисы которые она создает надежными приложениями поскольку она их тестирует компания google и она уверена в безопасности этих сервисов все что не связано с компанией google это непонятное для компании google приложение и она не мог не может гарантировать надежности и стопроцентной уверенности в них поэтому их она называет ненадежными приложениями но для многих пользователей это может быть полезно необходимо и иногда такие доступ такой включается допустим это если вы используете outlook или кто-то из ваших пользователей привык им пользоваться и он чтобы его использовать должен включить ненадежное приложение тогда он сможет получить доступ к почте и использовать outlook а не веб-интерфейс далее вы еще сможете посмотреть в какие какие приложения используют вход через учетную запись google и также если вы сохраняли какие-то пароли к сайтам разнообразным то здесь будет информация об этих сохраненных паролях и и и и